Наша родная Нива стала популярной не только у себя на родине, но и также обрела известность в Европе и даже поставлялась за океан. В этом видео вы узнаете о редких экспортных версиях Нивы, которые продавались за рубежом. Технический автомобиль не нуждался в апгрейдах. Иностранцы были в восторге от дифференциального полного привода с понижающей передачей, упакованного в несущем кузове с передней независимой подвеской. Но в плане эстетики у каждого рынка были свои вкусы. Поэтому улучшения для зарубежных покупателей в первую очередь сводились к внешнему виду автомобиля. Начнем с рынка Великобритании. Вы удивитесь, но англичане так сильно хотели Ниву, что были согласны брать наш автомобиль с левосторонним расположением руля. Продажи такой версии стартовали на Туманном Альбионе в 1978 году. Праворульная модификация с дополнительной двоечкой на конце появилась и начала продаваться там только через пять лет, в 1983. Как, впрочем, и на других праворульных рынках, например, в Австралии, где автомобиль продавался под именем Констант. Но вернемся в Англию. В середине 80-х там стартовали продажи топовой версии под именем Козак. Отличия от базовой модели в основном заключались в установке дополнительного оборудования. Люк в крыше, легкосплавленные диски колес, пластиковые накладки на колесные арки, кенгурин. Также эта версия предлагалась в варианте кабриолет. В 1993-м Козачок обновился. Кенгурин стал уже, появились рейлинги на крыше и надпись на бортах вместо полосок. Обратите внимание на отделку салона и кресла, которые явно комфортнее сидушек на версиях для отечественного рынка. В 1995-м Казахстал предлагается на базе новой Нивы 2121-3. Перенесемся во Францию. Но сначала хочу предупредить, что если у вас слабая психика, то дальше лучше не смотрите. Перед вами Лада Нива Сент-Тропе. Такой, по мнению французских специалистов, и должна быть Нива. Конечно, главная особенность – это необычный обвес и аэродинамичные колпаки, с которыми Нива становилась очень экономичным автомобилем. Это шутка юмора, если кто не понял. В салоне был установлен спортивный руль. Предлагалось это чудо на рынке Франции с 1984 по 1987 год. В 1990-м под тем же названием появилась новая спецверсия с более традиционным дизайном, хотя и тут дело без накладок не обошлось. Перед вами Нива Гранд Лардж. Ещё один вариант для французской аудитории. Тюнингом занималась фирма Поч. Известная подготовка Нивы для Дакара. Внешность слегка преобразили. Отдельно стоящие простецкие бамперы сменили элегантные элементы, окрашенные под цвет кузова, а вдоль порогов протянулись накладки. Установлена другая радиаторная решётка, маленький воздухозаборник на капоте и, конечно, литые колёсные диски. Появилась эта версия в 1988-м. После обновления в начале 90-х появилась чёрная полоса на переднем бампере, а количество прорезей на фальш-решётке радиатора уменьшилось до двух. В салоне спортивный руль и радующая глаз обивка сидений. Брутальный вариант всё из той же Франции. Там такую версию предлагали в конце 80-х. Ещё один француз с того же времени. Отличительная особенность которого – большой люк в крыше. Такой нашу Ниву видели небезызвестные итальянцы, братья Мартарелли. Это тоже вариант для Италии, видимо, экспедиционный. Обратите внимание на багажник сзади. Вот о какой Ниве наверняка мечтали советские владельцы. Но досталась такая красотка немцам, и то немногим. Специальная версия для рынка Германии разошлась тиражом в количестве 150 экземпляров. Снаружи автомобиль практически не отличался от стандартной версии. Зато салон был заметно облагорожен. Ещё одна спецверсия для рынка Германии. Отличительная особенность которой – виниловая крыша. Производилась такая Нива с 80-го по 83-й год. В конце 83-го на немецком рынке представили Ниву кабриолет. Автомобиль полностью лишился металлической крыши и для усиления конструкции применили трубчатый каркас. Значительно изменилась задняя часть. Крышка багажника стала полностью оригинальной. Оптика исчезла с привычного места и переехала на бампер. Интересно, что фонари использовали от копейки. В салоне были установлены спортивные сидения с усиленной боковой поддержкой и регулируемыми подголовниками для передних и задних пассажиров, а также ремни безопасности. А более эффектный вид автомобилю придавали окрашенные в цвет кузова пластиковые расширители крыльев в сочетании с широкими шинами и легкосплавленными колесными дисками, а также новые гармонично интегрированные бампера. С середины 80-х по начало 90-х производился более спартанский вариант. Еще одна спецверсия для Германии и опять же Казак был доступен как закрытый вариант, так и кабриолет. Экспортная версия для рынка Канады. Отличительной особенностью, как например и у шестерки для канадского рынка, была измененная в соответствии с североамериканскими стандартами светотехника. Помимо этого, боковые указатели поворота на передних крыльях и катафоты на задних, в которых был встроен патрон с лампой, были совмещены с боковыми габаритными огнями, которые загорались при включении наружного освещения. В Канаде такие машины начали продавать в 80-м году. Существовала и спецверсия для тамошнего рынка. Ну и конечно, кроме упомянутых версий, существовало и множество других. Например, для рынка Австрии. В Финляндии. В Нидерландах тоже были свои версии Нивы. И даже в Бразилии. А эта спецверсия предлагалась в Испании. Это тоже испанка, но попроще. А такой, судя по всему, была Нива в Швеции. А это очень красивая немка середины 80-х. Спасибо за внимание, друзья. Мне было интересно разобраться во всех этих версиях специально для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!